Участники совещания обсудили дополнительные меры по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в Анапе. Серьезность тем не вызывает сомнений. Торговлю суррогатом иначе как способом легкой преступной наживы не назовешь. Разменной монетой для недобросовестных коммерсантов является здоровье людей. Никакого не секрет. В погоде за легкой наживой недобросовестные продавцы нарушают законодательство в сфере оборота легальной алкогольной продукции. Участники не соблюдают правила лицензирования, санитарные правила, порой ставят под угрозу жизни, здоровья наших гостей и нашего населения. При взаимодействии сотрудников правоохранительных органов, специалистов управления и в борьбе с незаконным оборотом алкоголя можно достичь хороших результатов. На курорте действуют мобильные группы, которые дежурят с 11 часов утра до 2 часов ночи. За первое полугодие провели 1200 рейдов, на 280 больше, чем в прошлом году. Успех в этой работе не только в изъятии суррогата, но и в перекрытии каналов поставок нелегального сырья для спиртного. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев перевозок нелегального алкоголя, изъяли 350 литров спиртного. Сотрудники отдела МВД выявили 148 фактов незаконной продажи алкоголя, а результат такой слаженной работы – тысячи спасенных жизней. По результатам которых, по отношению к нарушителям, 91 физическим и 85 возрастных и физическим действия, составлено 186 протоколов внественных правонарушениях. На контроле специалистов Роспотребнадзора 719 объектов торговли, где реализуют алкоголь. Не во всех магазинах курорта торгуют честно. Из-под полы продают суррогат. Нарушают закон, ограничивающий продажу алкоголя в 50 метрах от школ. Дела на пять юридических лиц уже направлены в суд. Таких недобросовестных предпринимателей лишают лицензии. По большому счету, у нас половина населения, трудоспособных, которые уходят по предотвратимым причинам из жизни, именно вот из-за этого развода. Давайте серьезнее подходить к этому вопросу. Объективно эта работа ведется. И позволяет нам сделать вывод, и в некотором случае, что мы направлены. На курорте закрыли два цеха, в которых производили суррогатный алкоголь. Работа продолжается. Количество мобильных групп, контролирующих процесс продажи алкоголя на курорте, увеличат. И внеплановых проверок точек реализации станет больше. Контроль за недобросовестными перевозчиками сырья для алкоголя усилят.